ПЕСНЯ Привет, с вами Иван, и сегодня мы будем определять тональность песни В гугле вы легко найдете списки ладов и музыкальных тональностей Но давайте сначала сконцентрируемся на чем-то одном А именно на песне Starships, которую нам так любезно исполнила Ася Для вокальной партии я подобрал следующие ноты Все сыгранные мной 5 аккордов и 7 нот я любовно вставил в программу Guitar Pro 6 Теперь из меню View вызываем фредборд или гриф И на нем нажимаем кнопочку Scales или лады Музыкальные лады и тональности Их тут огромное-преогромное множество Теперь наступает момент истины Нам нужно выбрать тонику Об этом я уже говорил немножечко в своем видео О подборе гармонии или аккордов к мелодии Обязательно посмотрите, если не видели Тоника в меню Guitar Pro называется просто Тон И здесь буквы показаны, которые символизируют ноты Дора ми фасоль оси Если не видели вы мое видео о нотах, тоже посмотрите Иначе вам будет не до конца понятно, почему здесь не написано Дора ми фасоль оси Итак, как я уже говорил, тоника это просто та нота Тональный центр опора мелодии, куда мелодия стремится Это та нота, которой ты можешь поставить жирную точку В своей мелодии И в данном случае это нота Р А по-английски будет Д Буковка Д латинская Ее и выбираем Если вы все еще плохо разбираетесь В нотах на грифе гитары Ничего страшного Можно просто тонику нащупать на слух Интуитивно, чисто интуитивно Запомнить на каком ладу, на какой стороне она находится Достать Guitar Pro, достать фредборд, ткнуть и увидеть, что там будет за нота в английской нотации Вот так просто Выделяем исследуемые ноты в нашей партитуре Ставим галочку Selected Tone И нажимаем волшебную кнопку Find Scales From Selection Определить лад по выбранным нотам И о чудо! Мы получили ре мажор И тут обратите внимание попадание 100% Это значит абсолютно все ноты, которые есть в партитуре написанные Подпадают под ре мажор Выбираем, закрываем, проверяем Заметьте, я пробегаюсь по каждой нотке, по каждому аккорду И все совпадает с нарисованным теперь нам розовенькими кружочками ре мажором на грифе Мы не ошиблись Для наглядности давайте еще пару интересных примерчиков разберем Например Не спрашивайте только меня, что это за мелодия, я понятия не имею Я ее по памяти воспроизвел из музыкальной школы Возможно это какой-то этюд Гайдена Итак, я записал это дело в Guitar Pro Ну, вы поняли Уже привычным нам способом выделяем нотки Нажимаем Scales и выясняем Да, тональный центр этой мелодии, конечно же, нота до Я с нее начинаю, я и заканчиваю Слышно, что эта простенькая мелодия к этой ноте тяготит И получился до минор Натуральный минор Но заметьте, здесь попадание всего лишь 8,6% Нет 100% попадания не в один известный музыкальный лад Почему так? Объяснение на самом деле невероятно простое Да в мелодии всего лишь 6 нот задействовано А в ладу музыкальном 7 нот Одной нот не хватает Поэтому, возможно, вариации Несыгранная нота может относиться как к натуральному минору Так, например, и к гармоническому минору То есть, если бы я сидел и эту мелодию сам сочинял Сыграв ее первую часть Во второй части у меня был бы выбор Куда двигаться, в натуральный минор Или же в гармонический минор Потому что предыдущие сыгранные ноты Не противоречат ни с тем, ни с другим Седьмая нота, несыгранная Будет между этими ладами разной И прежде чем разобрать третий Самый интересный пример Нужно немножечко прояснить Что такое вообще музыкальный лад Яндекс нам говорит, что лад Это система отношений устойчивых и неустойчивых звуков и созвучий Как-то очень сложно Давайте-ка я попробую на пальцах разъяснить Возвращаемся к гитар-про Видите, здесь нарисована некая формула Написано 1, 1, 1, 1 И написаны ноты Ноты, опять же, в английской, естественно, нотации написаны Не пугайтесь И вот мы смотрим на формулу натурального минора Собственно, что это означает Эти промежуточные цифры между нотами Это всего лишь сколько надо сделать отступ до следующей ноты В ладах В ладах на гитаре железненьких тех самых Единица означает, что надо перескочить через один железный лад на гитаре Чтобы достичь следующей ступени гаммы Одна-вторая половинка Означает, что не нужно ничего никуда перескакивать Следующая нота на следующем железном ладу на гитаре И есть искомая нота в выбранной гамме В выбранной тональности В выбранном ладу Как хотите, говорите Чтобы достичь четвертой ступени натурального минора Нужно опять перескочить через один лад Пятая ступень Опять перескочить через один лад Шестая ступень Никуда перескакивать не надо Следующая по движению И будет нужная нота Потом опять перескочить Потом опять перескочить И приехать назад в тонику И вот это формула скачков и есть пресловутое соотношение музыкальных ступеней внутри музыкального лада. Давайте для примера быстренько посмотрим, как выглядит формула мажора. Сразу же видно, что для того, чтобы до третьей ступени доскакать, нужно сделать опять перепрыг через один железный лад на гитаре, а не рядом играть, как в случае с минором. Ну и еще, думаю, разница вам уже очевидна без моих пояснений. Удобство такой системы, такой формулы в том, что можно ткнуть вообще в любое место на грифе, в ноту соль, в ноту си, в ноту фа, и двигаться по этим шагам для того, чтобы получить нужный лад. Имеете формулу музыкального лада, выбираете отправную точку и скочите, и получаете это дело на грифе. Гитар-про вам в этом поможет. Удобно. И, наконец, обещанный третий, наиболее интересный пример. Возьмем песню группы U2, One. Это супер-хит, всем хорошо известен. И анализ покажет, что песня написана в натуральном миноре. Ля миноре, опять же таки. Тот сам минор, о котором мы только что говорили. Песня так грустно начинается, такие печальные слова. Минор грустный. Опять же, те зрители, кто мои предыдущие видео смотрел, знают, что я об этом уже рассказывал. А мажор веселый. Радостный. Песня звучит грустно. Но вот незадача. В конце песни, когда начинается повтор припева, рефренчик вот этот вот, песня вдруг становится веселой. А аккорды на гитаре играются те же самые. Как так получилось? Что произошло? А произошла смена тональности. В песне One группы U2 ля минор звучит в куплете, а в припеве звучит до мажор. И это даже слышно. Когда ты поешь куплет, вот эту вот вокальную линию, ты тяготеешь к ноте ля, ты ей хочешь закончить эту вокальную линию. А припев ты хочешь закончить в ноте до. И вы можете сами попробовать. Я даже призываю вас немедленно попробовать запустить Guitar Pro, скачать таблатуру и заняться анализом гаммы. Вы увидите, что всего лишь меняя отправную точку, можно получить разный музыкальный лад. И это важно. Надеюсь, это видео вам помогло разобраться с этой непростой теоретической музыкальной проблемой. Не забудьте посетить сайт АСИ. Ссылочка внизу под этим роликом на YouTube. И с вами был я, Иван. Мы увидимся в новых выпусках. Пока! Субтитры сделал DimaTorzok